Всем привет! Мы сегодня едем в гости к моей зрительнице Полине, которая живет около Орландо. Получается, мы только... Полина, если ты смотришь, привет, мы как раз к тебе едем. Мы только, получается, выехали от Натальи и снова нас пригласили в гости. С Полиной мы уже, правда, давно списались, она давно нас пригласила, сказала, что у нее муж тоже хорошо очень готовит. Я так поняла, что в Америке это распространено, что мужчина готовит дома кушать, еще и хорошо готовит. Поэтому это здорово, конечно, и мы поедем. Костя сегодня тоже с ночевкой, представляете, у Полины есть собака. Это уже Сара, да, дождаться не может. Мы покажем вам собаку. Мы заехали к Полине в апартаменты, будем сейчас смотреть здесь, как все происходит. У них, как они тут живут. Ну, это похоже на то, что мы смотрели. Ну, мы приехали в гости к Полине, к ее супругу. Полина отдала нам свою спальню, чтобы мы ночевали. В общем, мы такие, как сказать, наглые, уже второй раз остаемся ночевать у кого-то в гостях. Они отдали нам свою спальню, хозяйскую. Вова говорит, нет, не пойдем, не пойдем. Полина говорит, пойдете все равно. Мы заставим. Да. Сейчас вот познакомьтесь с Полиной. Полина, моя зрительница. Сколько ты примерно смотришь? Это тоже. Не знаю, года четыре. Нет, подожди, я вру. Я еще в Украине смотрела, я уже здесь пять лет живу. Ого, серьезно. Еще? Вот это серьезно. Полина смотрит пять лет на мой канал. Класс. Спасибо большое. В общем, я очень рада и счастлива, что пригласили нас в гости. И мы знакомимся так быстрее с культурой, с Америкой. Потому что если бы мы были здесь одни, то я бы, наверное, никуда не ходили бы. Я точно сошла с ума. Сейчас Полина готовит нам на закуски гуакамоли. Соус делается из авокадо. Нужен обязательно свежий авокадо. И если вы сделаете, то нужно сразу его употребить, так сказала Полина. Я думаю, что это правда. Я тоже люблю все свежее. И чтобы сразу... Потому что у меня помидоры, где-то потом помидоры могут ссирать. Ага. И авокадо чернеет, когда на воздухе находится. Так что он непривлекательно смотрит. Такая елочка красивая, Полиночки. А, кстати, хочу показать. Вот эту картину написала Полина. Вова, представляешь? Нет, написала правильно, говорит Сара. Вот. А вот эту картину написал супруг Полина, Мигель. Тоже потрясающий. В общем, два художника в одной семье. Самое интересное, что у Полины есть собака. Но она немного злая. И они закрыли вот пока на время ее здесь в комнате, чтобы она, ну, успокоилась. И уже попозже мы ее освободим. Да, чтобы все успокоились и уже познакомимся, чтобы она, как сказать, расслабилась, собака. Потому что это он. Он, извините, да, это он. У него лежат его, может быть. Да. В общем, добавляем помидорки. Вот и готово. Глокомоли. Еще два соуса. И салса. Вау, салса. Кстати, посмотрите, какой лайфхак. Where you buy this? Amazon. Amazon? Да. Боже, представляете, это на холодильник магниты. И тут специи. Это просто потрясающая идея. Посмотрите на эту красоту. О, купил. По чем ты покупал? Их по 50 центов в магазине? По 70. 70 центов одна устрица. Это американские устрики. Я не знаю, откуда их привозят. Может быть, из Америки, может быть. Это американские устрики. Америка, да? Вот, но они немного другие здесь. Ну да, у них практически нет вкусов. Мне во Франции больше нравятся. Полина будет пробовать. Сразу глотай и шампанским запивай. Ты любишь? Суалывай, это суалывай. Я могу попробовать. Нет. Ты любишь? Да. О, наш человек. Джеффри, как дела? Непонятно, либо Сара, либо Джеффри, либо Сара. Ты посмотри, они прям нападают. Да. Да-да-да, аккуратно. Потому что они его сейчас это и забьют. Здесь можно барбекю делать, сидеть, отдыхать, расслабляться всем жителям этого комплекса. Мы заехали в город Орландо, в самый центр. Здесь вот такие развязки большие. И дома высокие. Идем погулять в парк. Ни разу не заезжали вовнутрь Орландо. Все время проезжали мимо по трассе. Хочется посмотреть, что внутри, какой город. Красивый парк здесь в центре Орландо. Тоже с уточками, цаплями и разными птичками. Тепло сегодня. Парк немножко напоминает мне центральный парк в Нью-Йорке, потому что вокруг высотки. И красиво очень. Дядя дает специальный корм. Можно кормить птичек. А ты можешь... Саре дали вот. Ой, Сара! Как круто! Но она боится нас. Она думает, что у нее суть сварю. Вообще такая прикольная. Смотрите, черепахи греются на солнышке. А не лашки. А парня, что-то, конечно, тут не очень. Вас что, вместе посадили? О, уже нехороший результат. А, окей. Ребята, мы получили сегодня номер. Поставили машину на учет. И здесь, смотрите, какую надпись нам дали. Можно ее выбирать. Там три варианта, да. Да, короче, там солнечный штат можно выбрать. Название этого тени можно выбрать. А это дата что значит? Это до какого, действительно? До какого? Это твой день рождения. До твоего день рождения, действительно. И мы заплачили полторы тысячи всего. Полторы тысячи долларов налог. Ну, нет, это не налог. Но налог. Единоразовый налог. Один за один раз налог. Ну, и за все остальное. Я думал, что будет гораздо больше. Класс. Они нам сразу выдали номер. А Вове вчера сразу выдали права. Вова мне вчера дал втык и сказал, давай читай все листы, все правила дорожного движения на русском. Правда, есть. Мне София скинула перевод. София тоже сегодня со мной вместе ездила сдавать на права. Мы вместе сдали. Очень счастливы. И в общем, теорию мы сдали. Осталась только практика. Но практику можно сдать примерно там через несколько недель. В общем, примерно через месяц, когда у нас уже будет свой адрес, я буду сдавать на практику, потому что там заново фотографируют. И заново ты платишь денежки. В этот раз я заплатила почти 7 долларов за тест. Это немного. А когда практика... Вова вчера сдавал, кстати, и мы не снимали видео, но Вова вчера с первого раза сдал и практику, и теорию, и получил сразу права пластиковые. Ему не нужно было ждать там 2 недели, пока доставят. Ему сразу выдали. И номер тоже сегодня сразу выдали. И номер нам сегодня на машину сразу выдали. Мы сегодня ее ставили на учет. На вождение вы должны будете знать 55 долларов примерно. С инструктором будете вместе сидеть. Ну, эти права, их можно использовать в банке как удостоверение личности. Везде, где угодно, даже по ним летать можно. На самолете. Серьезно? Да. Это как IT. Это как твое... Удостоверение, да? Да, да. То есть, имя не нужен, паспорт, ничего не нужно. Тебе только вот это надо, это единственный документ. Они везде его показывают. Не очень просто удобно. Нам очень нужны срочно были права из-за страховки. Она давила, чтобы мы быстрее получили. И мы сделали в ОВИ уже сразу документы, потому что адрес мы использовали наших друзей Софии. И не очень это удобно, потому что сейчас, если мы найдем жилье, у нас изменится адрес, то по закону Флориды мы в течение 10 дней должны поменять права снова. Ну, на новый адрес. То есть, пришлось бы менять мои права, ВОВИ, а так хотя бы одни ВОВИ поменяем. И когда придем менять, скорее всего, да, когда будет адрес, уже я сразу сдам на вождение в этот день, и чтобы получить из себя тоже права с новым адресом. Поэтому все очень просто. Достаточно прочитать вот эту книгу маленькую с правилами дорожного движения, именно Флориды, штата Флориды, потому что в каждом штате немного отличаются правила дорожного движения. И вы должны ее прочитать, может быть, даже одного раза вам достаточно. Все такие доброжелательные, никто вас не грузит, не пугает, что вы сейчас вот пойдете сдавать. И все, вот иностранка, как же ты будешь сдавать? А еще самое главное, что я хотела сказать, тест был на русском языке. Меня спросили, вы на каком на русском хотите сдавать? Мы сказали, да. Нам включили компьютер с вопросами и ответами. Ну, там 4 варианта ответов на русском языке. То есть все удобно, прекрасно и никакой. Они желают вам удачи перед тем, как вы будете сдавать. Да, я вчера сдавал. Очень переживали. Я прям волновалась. София волновалась. Ну, наконец-то мы это сделали. Хоть легче стало. Практика уже, мне кажется, полегче будет. Он просто говорит, вот Вова вчера сдавал, инструктор, который сидит рядом. Во-первых, вы сдаете на своем автомобиле. Вы не идете сдавать, как София сказала, на ладе механики. Да, вы идете комфортно, вы привыкли к своему автомобилю, вы на нем и сдаете. Во-вторых, он садится рядышком здесь и говорит только, там, сдавайся честно за. Можно тоже в аренду взять машину на ней. Да, можно на ней сдать. А в некоторых DMV есть ребята, которые дают для того, чтобы сдать свою машину, свою машину, но они какие-то копейки берут, там 20-30 долларов. И можно несколько раз в день сдавать. Если вы первый раз не сдали, вам дают вторую попытку. Ну, там больше, даже небольшой. 10 долларов доплачиваете, да. Ну, то есть, все для людей, для вашего удобства. Мы сейчас поедем в гости к Софиным родителям, к ним домой и покушаем, пообедаем. Короче, Вова решил заехать в Lexus-центр и купить нам рамку. Не купить, а подарили нам ее вообще розыску для номера. Классно, заходим сейчас. Как хочу новую машину в бантике. Посмотрите, какой крутяк. Вот это модель. Это что за модель такая? Ё-моё, красивая. 100 тысяч. Вот это тачка. На Теслу похоже чем-то, или мне кажется. Вау. Прикрутили номер. Апельсинчики. Как мило. Мне так нравится. На серьезной тачке апельсинчики. Нормально вообще. Спустились в Тампы, в Санкт-Петербург. И будем отмечать здесь Новый год сегодня. На пару дней очутились в тропиках. Но здесь реально Санкт-Петербург, такой курортный город или район. Очень интересный. Плюс еще праздники. Все гуляют на улицах сейчас так мило. На кафешках сидят. Все, мы готовы к встрече Нового года. Я вам попозже покажу свой цельный образ. У меня новый корсет, такой золотой. Это Виктория Сикрет. Клачик новый. Тоже Виктория Сикрет. И мы идем искать нашу машину, потому что парковки не было возле отеля. Саре делают все комплименты, что у нее такое красивое платье. А ну покажи. Блестящее. А папа? А папа вчера, вообще, он вчера так ему повезло. Он в магазине просто случайно нашел пиджак. Томми Халфигер, который стоил 300 долларов. И мы сделали скан. И купили его. Ну, отсканировали и посмотрели, сколько он стоит. У Вова мобильное приложение есть. Мэйсис. Мэйсис. И купили его за 20. На него была скидка какая-то ненормальная. 19 долларов. Что даже когда кассир пикал его на кассе, он не поверил. Он говорит, вы меня что разыгрывали? Смотрите, какой вид. И они еще заводят? Он сказал, вы что? Вы что, меня разыгрываете? Позвали еще несколько человек, менеджера. Начали несколько раз снова пищать, кликать. А эти люди начали спрашивать, где я его взял. Мы хотим тоже такого сына. Такой же сына хочу, говорит, купить. Да. Когда не было нового горя, все говорили, что у меня красивые глаза. А, да. Сегодня говорят, что у тебя красивое платье. В общем, Вова, вот насколько он любит скидки, да, что ему аж попалось в магазине, да. Вот такая обалденная скидка, что он взял пиджак Томми Халфигер. Он очень классный. Нам сейчас скинули салфетки. Вот так и делали. Продолжение следует... Наша вечеринка в греческом царане. Спасибо, Юли, за то, что нас отпущила. Огромное спасибо, потому что мы уже думали, никуда не пойдем. Почему-то так решили. И ты написала, я думала, блин, круто, идем, супер, спасибо. Новый год она всегда отмечает, потому что как его отметишь, так и проведешь. Вот мы и добрались до берега. Санкт-Петербурга. Здесь сегодня будут салюты. Осталось полчаса до Нового года. Очень много людей, молодежи много. Да, весь автобус расписной. Красками расписали. Девчонки хотят нарисовать на автобусе тоже что-то. Бери кисточку вон. Можно взять кисточку? Давай, подходите, подходите. Весь автобус изрисовали уже где только можно. Ну, хоть где-то есть свободное место. Хоть где-то. В общем, сейчас здесь будет салют на побережье в 12 ночи. Это буквально через 7 минут. Люди собрались, чтобы посмотреть на зрелище. Мы даже не представляем, что нас ждет. Сказали, будет очень интересно, весело. И мы в ожидании Нового года. Ребята, с наступающим. Дорогие и любимые. NYX Cosmetics Lovers. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть каждый ваш день будет таким же ярким, как образы. NYX Professional Makeup. Желаем вам сладких. Как аромат Soft Metally Cream. Праздников. Нежных. Как Butter Gloss. Поцелуев. Разнообразных. Как Ultimate Shadow Ball. Приключений. Стойких. Как Ликву Цвет. Отношений. Блестящих. Как Духроматик. Побед. Мы любим вас. С Новым годом. И Рождеством. Желаю вам тепла, улыбок и близких рядом. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова